Кеннеди В Венгрии мы были на гастролях. Сборная группа была по линии ЦДСА. Ну, молодые атристи были вечером, все за чаем сидели после концепта, обсуждали концепта. На 14 или 16 этаже в гостице в центре города. И вдруг начался страшный крик. И скрежет тормозом, и выглянился. Так, ну, люди убегали за останавлившим, куда-то бежали, что-то началось. Я думал, что переворот военный. И тоже выбежали, а Кеннеди убили и объявили. И она очень испугалась. А я ее так схватил и все, и не отпустил. Вот так и было. Так что, когда мы в доме что-то пьем, за Кеннеди всегда поднимаем тост. Марина не знает этого. Батрун Буба, а можно, вот мы когда сейчас вошли, интересные фотографии у вас стоят, семейные, наверное, да, вот на входе? Это ее родственник. А, это Ирина, да? Ну, там, вот здесь одна фотография тоже есть. Вот это мама. А я. А, вот, да, стоит? Да. А это настоящий патефон, кстати? Он рабочий? Это рабочий, да. А, может быть. Хромофон. 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 А, слушайте, какая мама у вас красавица? Она красивая была. Мещевичка такая была, махровая. Я когда приезжал с гастроли, ну, в основном тоже мы по России ездили, да, и за границу. Она сейчас спрашивает, ну, как там твои русские поживают? Вот большевичка. Я говорю, ничего. Русские, в смысле, большевики, да? Ну, имело в виду, да, не народ, а большевиков. Но ваш-то какой-то фильм, она уже успела, да, увидеть, вот ваш триумф актерский? Да, конечно, конечно. Ей что нравилось больше? Игоре. Игоре очень нравилось. Велико же, да, стала вашей крестной матерью Анджо Паридзе в кино? В этом, да, в кино, да. Она, Гриша, сказала, попробуй, говорит. Позавчера звонил Георгий Николаевич, третью книгу выпустил. И Эльдар Шенгилай привез мне его, с ним отправил из Москвы. Он не снимает ничего сейчас больше, да, Налин? Сейчас нет. Он на 8 лет старше меня. Ему сейчас 82-83 год. Возраст свой был. Он же сделал кинзадзу, вот, мультик сделал. И там что-то представили картину на Оскара, там что-то там было, да. Я финала не знаю, но... Но вот мы пока ждем вашу книгу, когда уже вы вашу книгу выпустите. А пока вам история Нани Бригвадзе, Софико Чаурели и Вахтанга Кикабидзе. Да. Наших самых любимых грузин. Хорошо, что когда Софико умерла, меня не было в Грузии. Я до сих пор не могу воспринять, что ее нет в живых. Она же никогда не говорила, что у нее что-то болит или что-то такое было очень. Энергичная, работоспособная. И распоминаю, как они на машине ехали откуда-то. И вдруг на улице драка началась. Мальчики что-то дракали. Она выскочила из такси, поезжала, начала разнимать, все такое. Вот такая была. Да. Но вы же как, у вас в своем как одна семья, вы так связаны и с Нани были. С Нани очень, да. И с Софико, так что у вас прям как вот две сестры и один брат, фактически. Эка у меня на руках выросла, на гастролях. Она у меня дочка, маленькая была совсем. Я ее запомнил. Там драпировки висели в гостинице. Ей было, наверное, три-четыре года. Она там за драпировки ходила. Выступает. Эка, мама лад. Быстро выжит время. Но судьба существует, как думаете? Я думаю, да. Не думаю, да существует варианта нет. Потому что... Потому что человек может двигаться, и ему вдруг на голову что-то упадет, и его нет. Что-то... Это что-то написано. Я так думаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Э.Кулакова